Акция Родшиндой под Ватерлоев Основана на идее Бирко Елушица Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1806 году избранный Уильям IX Лонграф Гесси вынужден был бежать с войсками Наполеона и покинуть Кассель в течение суток и решил доверить на хранение часть своего состояния в сумме 600 тысяч фунтов еврейскому агенту майору Амшель Ротшильду Фильм основан на исторических фактах и показывает, как международный еврейский дом Ротшильдов обеспечил свою силу на деньках Лонграфа таким способом открыв дорогу к поглощению Англии евреями Уходите Ваше высочество, какая честь Достаточно этих пустых разговоров Знаю, знаю Что ты меня здесь собираешься принять? Нет, пожалуйста, наверх Если будете так добры Пожалуйста, моя лучшая комната во распоряжении Вашего Высочества Говорил же тебе достаточно пустых разговоров Положи это сюда Сюда Идет передо мной Ну что там еще ждешь? Не ухмыляйся Знаешь, что это такое? Банк Англии выпускал облигации на 5% основе Хорошо, хорошо Я вижу, ты очень хорошо понимаешь в своем деле Послушай Поскольку ты зарекомендовал себя самым лучшим агентом моего двора Хочу предоставить доказательства моего высокого доверия к тебе Все мои способности к вашим услугам Достаточно болтовни Вот в этой папке Облигации на сумму 600 тысяч фунтов Номинальной стоимости или рыночной? Сам посмотри Это платежи Англии для моих военных отделений в Америке Помнишь? Конечно же Люди говорят, что милостивый Ланграф Продает детей своей страны Такие вещи говорят люди Нехорошие люди Это мое дело Здесь деньги Пересчитал уже Что скажешь? Да, здесь действительно 600 тысяч фунтов номинальной стоимости Обстоятельства сложились так, что я должен спрятать деньги в надежном месте Обстоятельства? Наполеон получит удар Закройся Деньги должны будут переправлены в Англию Знаешь как? Знаю ли я как? Это будет нелегко Тогда или нет? Ну, можно будет попробовать Но это рискованно Говори, сколько это будет стоить Этот риск Ну, я бы сказал, что за меньше, чем за 2% не возьмусь Это грабеж, 12 тысяч фунтов Наиболее один Я всего лишь бедный еврей Как для вашей высочайшей милости Полтора процента Один Но это мало Это меня разорит Один и четверть Один Но милостивый господин Вот если вы сделаете скидку на 1,8 Я также сделаю скидку на 1,8 Один и 1,8 Не забывай, я вытяню тебя с канавы Ты проклятый перекупщик Один и 1,8 Ладно уже Пиши на списку 600 тысяч фунтов Номинальных 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 На счастье для вашего высочайшества сегодняшний курс есть низкий Ну так это собственно и есть такой курс Что это? Крысы наверняка Никто не должен нас подслушать Никто Никто не должен знать об этом Ну так никто и не узнает об этом Никто Ну что слышал сын мой? 600 тысяч фунтов Не могу понять откуда они у него Он большой торговец с людьми Продает солдат в Англии Эти все бумаги и каждая по отдельности Они все окроплены кровью Кровь всегда приносит деньги Она всегда окупается Помни сын Большие деньги ты можешь заработать только лишь пролив много крови Кто там пишешь? Бексель, отец Хочу показать, чего я научился у тебя Позволь мне заниматься деньгами Нет-нет, ты еще слишком молодцы Натан займется деньгами Натан всегда Натан У тебя уже 200 тысяч фунтов И мне необходимо также эти 600 тысяч Я должен быть в состоянии провернуть важные дела на лондонской бирже Мы должны наладить бизнес с англичанами Позови ко мне Херша И перепиши документы на Моншеса Монтеферес Лондона Херш, входи Иду Вызывали меня, Майер? Приготовься Прямо сегодня отправляюсь в Лондон, чтобы встретиться с моим сыном Натаном Так далеко и через море Ничего не промокнешь Это письмо очень важно и срочно Должен путешествовать день и ночь Даже в Шабаш Название еврейской субботы Но ведь это запрещено Когда ты находишься в повозке или на корабле Сам ты не двигаешься Значит, ты не несешь никакой ответственности Поскольку сам ты не перемещаешься Это тебя перемещают Лондон, 1806 год Все приготовил к Шабашу Все Осталось только свечи запалить Говори правду Мне каждый должен знать, что ты с еврейской аллеей во Франкурте Я всего лишь только старый еврей Но проживаешь в Англии Зажги свечи Я никак не могу научиться притворяться англичанином, как и ты Нонсенс Всю неделю я такой себе Просто англичанин А в субботу я еврей И делаю бизнес с Богом Проверь, кто там стучит В это время не может это быть еврей Херх, что ты принес? Благословение или проклятие? Ну, для него это будет счастье А для меня наказание А, так значит, Херх, старик Майер сказал Занеси это письмо моему сыну Натану в Лондоне Как ты можешь рассчитывать на благословение, если не чтишь святость Шабаша? Но мне Майер Амшель приказал Даже если бы ты упал с неба, ты должен чтить святость Шабаш Что, не знаю, что написано в Писании? Знаю, знаю Никакой резьбы, никакого плача, никаких писем, никаких денег А ну дай мне это, Натан, оскверняющий душ 600 тысяч фунтов? Инвестируй в Англии Доверяю тебе это дело 600 тысяч фунтов Господа, мы что, всегда должны говорить о делах? Ведь в мире существует еще столько красоты и радости Да, госпожа права Поговорим о чем-нибудь другом Вот я, например, когда-то хотел стать миссионером А вы думаете, что это радостное занятие? Обычно их убивают Но меня бы не убили И это было бы весьма радостно Ну, чтобы сократить историю Барин говорит, что можно поставить 10 к 1 Кто-то решил быть убитым только в качестве миссионера? Я согласен Это вопрос времени И после твоей смерти король вышлет в карательную экспедицию И, воспользуясь случаем, исследует близлежащие земли И никогда их не покинет Вот почему я сказал Вот почему барин утверждает, что было бы бесполезно сначала дать убить себя А мертвый миссионер приводит дикарей к чувству вины и греха И небо будет расплатой за его грех Мадам Как хороший христианин хотел бы сказать Что небо требует от нас веры Но не посвящения Пожалуйста, не так громко Филис споет Но это нам не мешает Ах майские времена Который раз разделяет нас Далеко так Так далеко И еще сегодня Еще сегодня Пожалуйста, играйте дальше Нет, не могу Пожалуйста, играйте Когда это будет меньше привлекать внимание И что же будет меньше привлекать внимание поручик Крайтон Ах, как жаль Я что-то пропустила Какое-нибудь деликатное дело Нет, вы будете расчарованы Господин Барин, собственно, излагал свои взгляды на тему христианства А он что, атеист? Вы должны взвешивать слова Ну почему же, ну почему же вы не стали путешествующим мучеником? Я вырос и женился в семье банкира А где это, собственно, находится Филис? Как обычно, в обществе господина Крайтона Но это будет другая жизнь Не такая богатая, не так беспечная Не веришь мне, Джордж? Эй, дети Господин Крайтон Господин Баринг Я не раздляю того, что вы остались с моей дочерью наедине Но он только хотел показать мне цветы Сильвии Я опасаюсь того, что он знает о цветах не больше, чем я Ах, Сильвия Господин Баринг, я боюсь, что вы не знаете всего Я все знаю Мистер Крайтон, лучше бы я увидел военный мундир на поле боя, чем у себя дома Дочери из нашей семьи не предназначены для ваших атак Господин Баринг, но мои намерения Мадам, не будете ли вы так добры отвезти ребенка назад на вечеринку? Прощай, Джордж Мистер Крайтон Вспоминали вы о своих намерениях? Хотел бы выяснить все, без сомнений Да, вы правы, у меня нет состояния, у меня нет богатых родственников Пожалуй, вы об этом подумали, господин Баринг Я уверен, вы не воспринимаете свою ситуацию слишком серьезно Нет, не особо Это... Умничтиво Господа, с вашего позволения, мы примем золото в Эссекс Тогда мы сможем руководить аукционом Как высоко можем поднять ставки? Не думаю, что больше 750 Но в такой сумме нет необходимости И никто не поднимет так высоко Хорошо, тогда я согласен На 250 Вы уже уходите, мистер Крайтон? Хотел попрощаться с вами Вы с ним поругались? Я просто ему дал понять, что это не серьезное, какое-то издевательство То, что он пытается ухаживать за дочерью Леонелла Баринга Прочитаем, какие новости Начинается война А кроме этого, ничего нового, не будем тратить время зря Армия будет выслана с Лондона в Испанию Наверняка хотят атаковать Наполеона с фланга Да, выслать армию это легко Но кто же переправит деньги в Испанию? Ну, у кого деньги? Деньги у банкира в городе Но кто будет выделять средства? Лорд Херрис, высокий комиссар казначейства Кого же Англия пошлет в качестве генерала? Веллингтона Веллингтона У него останется много красивых женщин А также много долгов и кредитов Он обрадуется с возможностью отдохнуть от этого всего Очень хорошо Кто мог бы переправить средства? В Лондон? В Диод В Лиссабон, в Сицилию, в Танго Я узнаю Что-нибудь еще? Из Восточной Индии прибыло золото Целый корабль Да, знаю В Секс Скоро начнется аукцион Пойдешь? А, почему бы и нет? Ну, как ты собираешься конкурировать с людьми из города, с Турнером? Как высоко будут подниматься ставки? 600 тысяч, 700 тысяч фунтов Может, кто поднимет и больше? Посмотрим Сумма шесть Один корабль золота с Восточной Индии 570 тысяч фунтов Кто даст больше? 570 тысяч первый раз 570 тысяч второй раз 580 тысяч 590 600 тысяч фунтов Так, ставка 600 тысяч фунтов Корабль с золотом 620 640 660 680 770 Корабль с золотом с Восточных колоний Индии Ставка 700 тысяч фунтов 700 тысяч фунтов раз 720 750 тысяч 800 тысяч Хорошо, но о чем речь? 800 тысяч фунтов один раз 800 тысяч фунтов Продано На кого должен оформить документы? Натаниэль Ротшильд Лондон Будет платить наличными 200 тысяч наличными А 600 тысяч векселями Мойзе Самантефиор Так годится Он храбр, раз решился конкурировать с нами Господа Господин Тюрнер Просто подождите, я верну себе это Интересно, что на это скажет комиссар казначейства Если я правильно вас понял, господа, вы жалуетесь, что Ротшильд прикупает золото Восточной Индии на аукционе Да, некий еврейский незнакомец протиснулся в наше окружение и портит нам бизнес Но разве он сделал что-то незаконное? А вы что будете ждать, пока он начнет это делать? Или он не обладает достаточными средствами? Нет, не в этом дело Но мне хотелось бы знать, откуда у него такие средства Но в этом я не могу вам помочь, господа Поскольку любой желающий может принимать участие в аукционе Восточно-Индийской компании Да, каждый порядочный предприниматель В таком случае предоставьте доказательства, что Ротшильд таким не является Ротшильд является евреем, который прибыл сюда несколько лет тому Но вы ведете бизнес со всем миром, а тут испугались только того, что он еврей Это так, я боюсь, что все мы будем обмануты Но до этого момента вы отказывались вести какие-либо дела с евреями? Но нет же, нет Ну хорошо, значит Вы гражданин свободной страны, господин Тюрнер Господин Харрис, вы бы могли нам оказать хороший услуг Кроме всего, все в городе зависят один от другого Тем хуже, что вы это заметили только сейчас Как раз, когда у меня проблемы с доставкой средств в Испанию Нет, мы не в состоянии вам что-либо предложить, когда мы не располагаем золотом с Восточной Индии Я вижу, поэтому у вас и не приезд к Ротшильду Вы будете первым человеком, который найдет кого-либо, кто сможет переправить средства в Испанию, невзирая на блокаду Морские пути очень опасны, да, а Франция блокидует движение по суше Может быть, я здесь уже нашел такого человека Думаете, что правительство пойдет на переговоры с Ротшильдом? Правительство поступит так, как сочтет необходимым В отличие от вас, у нас нет предостережений на переговоры с еврейским гражданином господин Тюрнер Я мелкий предприниматель, но я англичанин Ваша враждебность по отношению к евреям слишком нова, чтобы меня переубедить Думаю, мы ничего здесь не достигнем, барин Бонни ранены, мадам Нет, я только очень испугалась Бедные икони Эй, что? Что там произошло? Лошади госпожи Тюрнер взбесились Госпожа Тюрнер, жена этого банкира Да, это так, сэр Спасибо, пожалуйста Госпожа Тюрнер Да, в воле обстоятельств я попал сюда Я буду счастлив предложить вам свою помощь Но извините, кто вы? Я английский джентльмен, деловой партнер вашего мужа Натаниэль Ротшильд Мне очень жаль, что с вами произошел этот случай Могу ли я предложить вам свою помощь полностью в вашем распоряжении, госпожа? Это очень любезно с вашей стороны, но... Но, да, вы не можете здесь постоянно стоять Но вам также необходимо ехать Могу ли я предложить свою руку? Спасибо, но мы еще недостаточно знакомы Но для вашего мужа я являюсь надежным партнером по интересам Мы, собственно, были вместе на аукционе Хорошо, я принимаю вашу дружескую помощь, господин Ротшильд, мадам Натаниэль Ротшильд Никогда о вас ранее не слышала Хорошо бы, если бы вы могли взять меня с собой Я еду в министерство казначейства Будьте моим счастливым талисманом Мне очень жаль, в таком случае я лучше пойду пешком Нет, нет, я не могу этого позволить Я вам уступаю свой экипаж Пожалуйста, отвезите госпожу Тюрнир, куда она пожелает В банковский клуб, пожалуйста Мы бы могли поднять ставку на аукционе аж до миллиона Но это было бы слишком рискованно Когда речь идет о деньгах, необходимо держать нервы в узде Но где же Ротшильд раздобыл столько денег? Наверняка уж не на фондовой бирже Но сейчас важнее, как его победить Это точно, что мы все должны становиться против него, господин Тюрнир Я не одобряю того, что вы назвали Ротшильда евреем у Харриса Независимо от своей вынужденной правды Но Харрис не очень-то любит ее слушать Так же, как и евреи Госпожа Тюрнир Что? Сильвия? Ты здесь? Что же произошло? Я знаю, что это совсем неосторожно, вопреки обычаям этого клуба Но, пожалуйста, позвольте мне присесть Пожалуйста, садитесь Я до сих пор в испуге Но что же произошло? Не со мной, но кони определенно сдурели Но как же ты сейчас добралась? Один джентльмен предложил мне свою помощь Джентльмен? Это не объясняет многого Я так же об этом подумала Он говорил, что имеет с тобой какие-то деловые отношения Как его это? Ты господин Рушис? Рушис? Не знаю такого Ну, был с тобой на аукционе сегодня На аукционе? Но это мог быть только... Но нет, необходимо подумать Да, очевидно, это был он Рушис? А как же он выглядел? Ну, необычно, не так, как все твои партнеры Ротшильд? Конечно, это был Ротшильд Натан Ротшильд Натан Ротшильд Это несколько проясняет ситуацию И он не очень-то себя сдерживал Ротшильд флиртует с Сильвией Тюрнера Это весело У него не было времени флиртовать со мной Как жаль Ты говоришь серьезно, барин? Представь себе это Мы не можем выбирать партнеров На основе того, как они выглядят В настоящее время Ротшильд является очень опасным конкурентом В таком случае я оказал вам услугу, приняв его помощь Мы особенно не беспокоимся по этому поводу Но никогда не известно, чем это может закончиться Я вижу хорошие манеры вы оставили дома Мадам, вы родились в Ирландии Не только родилась Но здесь в Англии убедилась Что хорошо, что я ирландка Для Сильвии быть англичанином есть недостаток Например Ну, например Господин барин Не считаете ли вы скандаличным тот факт, что ваша дочь Филлис Некоторое время была наедине с Джорджем Крайтоном Этот молодой человек не имеет никакой профессии Нет, единственное, что он может, это умереть за Англию в качестве солдата Это было бы за честь, понятное дело Но это не является профессией Сильвия, неужели ты не понимаешь? Нет ли у вас церковного органа? Такого типа мысли возносят только в присутствии церковного хора Совместно с ангельской торжественностью Пожалуй, вы утолили свое любопытство Я удивлен, мистер Ротшильд Ваше предложение исключительно недорого Я знаю Конкуренция хотела 10% Откуда же вы знаете? Ну, хорошо Не имеет значения Если бы мы покупали непосредственно восточной индийской компании Было бы дешевле, конечно Но почему же вы так не делаете? Ну, понимаете, это будет ниже достоинства королевской администрации Заниматься торгами на аукционе Да, достоинство стоит денег Все в порядке Мы попробуем ваше предложение Мистер Ротшильд, первый раз вы делаете интересы с нами Я сделаю все для интересов своей страны, господин Харрис Я англичанин Правда, и как давно? От немалых трех лет Это мой долг служить стране, гражданином которой я стал Поэтому поговорим о наших интересах Хорошо С кем я должен связаться по вопросам денежных переводов? Верховный главнокомандующий английских войск, лорд Веллингтон Хорошо, когда же ожидать визит господина лорда? Вы думаете, он сам к вам придет? Когда генералу нужны солдаты, он идет к солдатам Когда необходимы деньги, он идет за деньгами Неужели я меньше, если у меня деньги? Но Веллингтон является англичанами на несколько сот лет больше, нежели вы Хорошо Не имею ничего против, чтобы лишний раз прогуляться Мисс Баринг Лейтенант Крайтон Что за встреча? Могу ли составить вам компанию? С удовольствием Сильвия сказала мне О чем речь, Джордж? Ты такой серьезный Веллингтон Ты должна быть сильной Я должен выехать В Веллингтон? В Испанию, да Я ожидала это Ты не будешь делать мне проблем с визитом? Нет, Джордж И будешь меня ждать? Да, Джордж Я буду ждать тебя Как жена ждет своего мужа Как жена ждет своего мужа? Да, Джордж Благодаря этому я знаю, для чего жить Я буду только твоя Приветствую, Бен Мисс Баринг, собственно, потеряла шарфик Мне очень жаль, я не заметил Пожалуйста, простите меня Могу ли я еще кое-что попросить? Потерянный шарфик Мисс Баринг О, да, логично Пожалуйста Буду ждать возле церкви святого Павла В 4 Бизнес между английским правительством И Натаниэлем Ротшильдом идет совершенно Еврей имеет золото Ищет и находит пути В правящие круги Англии Дорогой друг, надеюсь, ты не откаешь мне В одной маленькой услуге Жилье замечательное Мы могли бы быть там очень счастливы Харриетт, что ты задумала? Прежде всего, я не могу себе позволить такие маленькие подарки Действительно, не могу А кроме этого, уезжаю в Испанию Но у нас еще есть время Что такое? Господин Ротшильд Ваше Высочество Ротшильд? Ротшильд? Да Я же тебе говорил не пускать никаких кредиторов Прошу меня простить Но господин Ротшильд сказал, что имеет рекомендации от мистера Харриса Я знаю Харрис должен извиниться На пару минут Пожалуйста Скажи ему, пусть входит Так значит, господин Ротшильд Ваша светлость Мне сказали у вас задание заниматься денежными переводами для моей армии Господин Харрис поручил мне заниматься этим И как вы себе это представляете? Прошу меня простить, Ваше Высочество Но могу ли я присесть? Пожалуйста Спасибо Хотел бы узнать, куда я должен буду выслать деньги Что вы имеете в виду? Наша позиция постоянно изменяется в течение военных действий Ваша светлость меня не поняли Я должен выслать непосредственно Вашей светлости? Конечно же нет Мое казначейство Значит Вы удивлены? Милорд Деньги проходят через множество рук, прежде чем попадают в конечный пункт И всегда что-то оседает в каждой из этих рук В конце концов, вы получите гораздо меньше, чем было выслано в Лондоне Гораздо меньше Я думаю, лучше пусть деньги попадут сразу в Ваши руки, чем в кому-нибудь, который Но вы понимаете меня Вы имеете в виду организованное мошенничество? Но мошенничество это слишком громко сказано Я говорю только, что стоимость денег постоянно в изменении А во времена такие, как сейчас, не может существовать постоянной рыночной стоимости Один покупает дорого и дешевле продает Нет, милорд Наоборот, еще дороже продает Каждый получает комиссию и имеет на это право Но это съедает деньги Их становится все меньше и меньше Вы говорили об этом господину Харрису? Ну конечно же Я ему объяснил все это несколько иначе, нежели вам Я сказал, вы не являетесь бизнесменом, только лишь чиновником И что же он ответил? Он сказал, все в порядке, возьмем это во внимание Действительно Харрис сказал, поговори с лордом Веллингтоном и скажи ему, что я согласен Согласен? Да, согласен Лорду Веллингтону нужны деньги, так сказал Он должен дарить подарки Он должен тайно ложить деньги в кармане незнакомцев Он должен стрелять золотом и серебром, как солдат и свинцом Поскольку кто же будет спрашивать солдата, который вернулся с войны Сколько же ты свинца истратил? И аналогично, кто же будет спрашивать лорда Веллингтона, сколько ты денег истратил? Любимый, ну скоро ты там? Иду уже Ну так и кому же я должен выслать деньги? Если желаешь знать, то я занят Понял Показывают Наполеона в Испании Пожалуйста, любимый, отведи Филлис, она несколько устала Столик? Добрый день, миссис Тюрнер Добрый день Что, не узнаете меня? Как-то я имел честь оказать вам помощь Ах, да, мистер Ротшельд Так точно Кто же вас сюда привело? Хотел вас еще раз увидеть, миссис Тюрнер Я понимаю Я понимаю И только это? Так же, как его я хотел помахать на прощание нашим доблестным солдатам Вот если бы там маршировал с ними Я думаю, вы не способны на это, господин Я не заметила, когда вы со мной попрощались Мисс Тюрнер Вы женщина, которая тогда всего лишь ушиблась И вы знаете об этом Я не пойму, почему я заслуживаю только лишь на насмешке Может, потому... О, привет, Филлис Вы что-то желаете от меня, ряд моей жены? Приветствую вас Я рад вас видеть, господин Тюрнер Я задал вам вопрос Да, я хотел... Я думал, что миссис Тюрнер Этот случай, который произошел с моей женой Вам что-нибудь стоило, господин Ротшильд? Может быть, мне выписать чек? Вы что, пытаетесь меня оскорбить? Нет, господин Ротшильд Просто хочу сократить ваши расходы Приятного дня Тони, едва ли узнала тебя Очень тебе благодарна А сейчас, пожалуйста, дай мне минуточку Я с Филлис Ну что это? Филлис Смотри Джордж Джордж Филлис Филлис Ротчик Крайтон, как вы смеетесь? У меня нет времени ругаться с вами До свидания, Филлис Не забывай обо мне Никогда Никогда Никогда, слышишь, Джордж? Никогда, Филлис Я тебе сурово запрещаю, слышишь? Ты не можешь запретить нашу любовь Почему я это не могу? Я люблю Джорджа Крайтона А если посмотреть на меня? Обращаешь ли ты внимание на меня вообще? Ты заботишься только о своих интересах Не кричи, что подумают люди Ты также должна заботиться о своей репутации Мне не в чем себя винить А вот если твой любимый не вернется Тогда? Тогда Тогда буду жить для его ребенка Это неправда Филлис Что произошло? Сильвия Я теперь свободна Для Джорджа Филлис Ну как там дела? Боже, сколько воды Ну, ну, ну Купил золото И получил хорошую выгоду Насколько большую выгоду? Не пишет Неправильно, чтобы не попало в чужие руки Помнишь, что говорил Ямес Кровавые деньги Натан Хорошо Ну, что он еще там пишет? Хотел бы тебе сейчас сказать Про одно дело Которому ты меня должен подключить Читай подробней Про какую цифру вспоминал Натан? Какая цифра? Сказал всем Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь Все в порядке, Херш Можешь идти Джеймс, Джеймс Хорошо, что там у нас? Вот смотри, это будет для тебя хороший пример Что там? Хорошо, вот Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь Когда Ландграфт остался 600 тысяч фунтов Он доверил их мне Я получу их? Нет, не получишь Но будешь ими заниматься Вот здесь внимательно читай Только подчеркнутые слова От имени правительства Англии Высылаю деньги в Эрингтону в Испанию Путь через Францию возможен Определись с маршрутом Подай мне карту Натан вышли деньги в Париж Там их разделят Часть попадет в Лемуж Кто у нас там в Лемуже? Кальман и Кио Кальман Далее Кальман отсылает Бордо Что у нас там в Бордо? Жак Леблан Жак Леблан И что там с ним? Два года тому подал заявление о банкротстве Ну в прошлом году женился на дочери Авраама Фуртадо Авраама Фуртадо? А это хороший человек Так, значит Лебранц высылает в Порто Тейер и компания Так, Тейер и компания А дальше в Лиссабон и в Испанию Хорошо, вторая часть Попадет в Лион К брату Халеви Халеви высылает его в Марсель Да, Гахун и сыновья Гахун отправляет по Корсике и Сардинию в Палермо Исаак Десета высылает в Туниш, Алжир и Сеут И как только доберется до Сеута Попадает через Гибралтар в Испанию И таким образом деньги снова соединяются Отлично Ну а каким же образом деньги будут во Франции? Раз Натан пишет, что деньги могут пойти через Францию, значит он знает, каким образом они туда попадут Ну а кому мы можем доверять? Кто у нас в Париже? Ты Я? А что, кто-нибудь другой? Не ты ли говорил, что должен быть тот, кому мы можем доверять? А это не слишком опасно? А у Парижа есть евреи? Конечно Ну так чего бояться? Если в Париже есть евреи, значит опасно не будет Париж Монсеньор Джеймс Ротшильд Министр финансов приглашает Я ознакомился с вашим делом, господин Ротшильд Мы очень хорошо проинформированы Так значит, вы считаете, что в состоянии доставить наше английское золото во Францию? Да Я надеюсь, что это должно заинтересовать ваше высочество Главным образом речь идет о количестве В прошлом месяце мы переправили в страну около 100 тысяч гвеней Через церкви Вы имеете ввиду контрабанду? Да, я признаю это На пользу Франции и с потерями для Англии Действительно? И что дальше? Если вывоз золота будет продолжаться и дальше, то вскоре наступит его дефицит А Англия будет в состоянии вести войну без золота? Логично В противном случае Англия бы не старалась теми способами помешать этому Пожалуйста, не беспокойтесь, ваше превосходительство Мы найдем способ переправы через канал Ла-Манш Мы, брат и я А чего же вы хотите от меня? Покорнейше прошу, ваше превосходительство А мелочи? Просто, чтобы вы проинструктировали церковные власти, чтобы они не мешали нам разоржать луковицы тюльпанов с Голландии Луковицы тюльпанов с Голландии Это необычно Международное еврейство приступает к делу Эти ящики чертовски тяжелые А где на них документы? Вот они Ну иди уже отсюда Кто тебе сказал закрывать двери? Хорошо Оставь это мне А откуда такая спешка? Пошли уже? Очевидно, что пошли Слушай Слушай, что там в этих ящиках для Джеймса Ротшильда с Парижа? Что там написано? Луковицы тюльпанов из Голландии А ты знаешь, как я навкалывался, чтобы перенести этот товар? Если там луковицы тюльпанов, то я лично одну съем А ну-ка иди-ка сюда с лампой А что если кто-нибудь узнает? Кто здесь может узнать? Здесь только ты и я Больше никого нет Ну что, говорили ли луковицы тюльпанов? Сто гвиней Согласен А мне? Поделим поровну Тридцать тебе и семьдесят мне Перестань царапать А что же будет, если Ротшильд устроит скандал? Какой скандал? Не могу же я всегда бояться этих евреев А кроме всего прочего, господин Ротшильд также начал обогащаться таким способом С нуля, так сказать Вот поэтому и не хватает в ящике одного мешочка с луковицами тюльпанов Запиши это Ящик прибыл поврежденный И пропал мешочек из сотни луковиц тюльпанов Понимаешь? Пропал, да И поэтому не могу на ваш счет вписать девять тысяч Но только восемь тысяч девятьсот фунтов С наилучшими пожеланиями твой брат Джеймс Банк Джеймса Ротшильда, Париж Брат Халевелион Сейчас присылаю вам восемь тысяч пятьсот гвиней и золотом Ваше распоряжение согласно вашему приказанию Присылаем на ваш счет и соответственно рассчитываемся Братья Халевы пересылают восемь тысяч пятьсот гвиней К Исааку де Сета в Палермо на обычный счет Хорошо, пиши Господин Исаак де Сета в Палермо Взамен за пересылку из Леона в Борну Переводим вам семь тысяч семьсот пятьсот гвиней и золотом В надежде, что они будут вам служить Исаак де Сета пишет Перевожу вам семь тысяч гвиней и золотом Шесть тысяч пятьсот Шесть тысяч триста Шесть тысяч Пять тысяч девятьсот Это невозможно Пять тысяч пятьсот двенадцать гвиней Так точно, сэр Подожди Должен увидеться с генералом Ходите Что там слышно? Как всегда, милорд Прибыло только около половины Это ужасно Но меня предупреждали Деньги проходят путь через множество рук и в каждой что-то оседает Хороший бизнес Ну давай, думай Хочешь квитанцию? Да, милорд Но я не могу подписать на десять тысяч гвиней Если получил всего лишь пять тысяч пятьсот Но это единственный способ, чтобы получить деньги вообще А если я не подпишу? Тогда это будет последняя пересылка денег, которую мы получаем А нам постоянно нужны деньги, милорд Ладно, давай Что? Ну здесь написано десять тысячсот гвиней Шестьсот Это комиссия для банка Натаниэла Ротшильда Пожалуйста, зарезервирую пятьсот гвиней для моего тайного фонда Хорошо, хорошо Прийми новый счет с Испанией А новая передача Девять тысяч гвиней, как всегда Через Голландию и Париж Почему ты так глупо? Ухмыляйся, Бронштейн Что я ухмыляюсь? Да, милая картина Банкир и его тюльпанчики Что-нибудь еще? Господин Тюрнер выехал в Глазго Вернется только на следующей неделе Да, а что еще? Решил оставить корзину И цветы Это все для дочери старого Баринга? Это не твое дело, Бронштейн Мой из Тюрнера в Глазго, это точно? Вчера выехал Очень хорошо Приведи сюда этого человека по тюльпанам К вашим услугам, господин Ротшильд У вас ассортимент не очень богат Я думал, вы являетесь первым гилером в Лондоне Мы поставляем самые эксклюзивные для коллекционеров и для селекционеров Вот несколько дней назад, лорд Все в порядке, какого сорта у вас есть? Все, что вы здесь видите Вот это голубая ливингтунгт А вот этот желтый, это звезда Гарлеми А вот этот действительно самый красивый Мессия Ван Гельде А вот этот темно-красный, почти черный Виньет в Голландии Все они очень редкие и являются результатом новой селекции Я вижу Вы говорите, очень редкие Хорошо Прошу обустроить мой домик этими редкими видами тюльпанов Он должен быть лучшим в Лондоне С удовольствием, господин Ротшильд Вы будете очень довольны А сколько будет стоить? Тюльпаны стоят денег Не стоит торговаться, когда речь идет о красоте Правда, мистер Белвер? Мне очень приятно ваше понимание Мое почтение Хорошо Послушаю, Бронштейн Если я не спрашиваю, отца не значит, что у меня есть на то причина Не беспокойся о моих деньгах в будущем Елис Почему ты не забрала ребенка с собой? Так будет лучше Мне все равно, что обо мне говорят Но мне не нравится, как отзывается о моем ребенке Ах, малышка Филлис В Англии ты не получишь много симпатии к своему ребенку Для своего отца ты был только один из его активов А с ребенком вы разрушили его так прочно налаженные деловые отношения И Джордж воюет за такую страну Ты не сказала ему о мальчике? Нет Это будет для него сюрприз Он будет благодарен, что вы не оставили меня, Сильвия Сегодня я получил еще одну красивую корзину С фруктами, вином и игрушками для малыша И ты не знаешь от кого? Нет От того, кто восхищается тобой и твоей смелостью Наверняка кто-то из старых друзей Слушай, Симонс, какой-то господин желает с вами увидеться Но не представился Как это не представился? Он сказал, что он с фирмой Белвелл и компания А, это поставщик тюльпанов Пригласи его в гостиную, сейчас иду Идешь, Фелис? Нет, я подожду Через минуту вернусь Иди, Джеки Позвольте все эти красоты, которые принес нам поставщик тюльпанов Пожалуйста, уберите его Тихо, Джеки Сидеть Миссис Тюрнер Вы занимаетесь в настоящее время тюльпанами, господин Ротшильд? Нет, 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 миссис Тюрнер Но я слышал, что вы очень большая любительница тюльпанов У меня есть самые лучшие, которые только можно добыть Но я подумал, это всего лишь попытка притворства, чтобы попасть в мой дом Повод, так ли? Да, вы правы, миссис Тюрнер Но я хотел бы с вами поговорить А, мисс Баринг, я знаю, что вы подруги Вы имеете в виду миссис Крайтон? Ну, хорошо Ну, хорошо, называйте ее миссис Крайтон Вы такой чувствительный всегда Нет, я бы хотел поговорить о ее будущем До настоящего времени я сделал для нее так мало Это интересно Значит, вы являетесь тайным поклонником Филлис Но это была всего лишь небольшая попытка, чтобы компенсировать Если я правильно понял У вас, вы хотели бы, наверное, вместе со мной Стать покровителем миссис Крайтон Ничто бы не сделало меня таким счастливой, миссис Тюрнер А какое вообще вы имеете право Бишутся в такие личные дела, как эти? Человеческое право, мадам Я считаю это своим долгом Пожалуйста, уберите Берите этого пса Тихо, Джеки Мистер Ротшильд сейчас уходит Господин Ротшильд, в качестве добродетеля Вы уже выписали счет? Вы меня неправильно поняли, миссис Мистер Ротшильд Как видите, Джеки вас очень не любит Да, я вижу это Поэтому Пожалуйста, простите Париж, 1811 Значит, миссис Ротшильд Монсеньор Джеймс Ротшильд Мне очень приятно Что же вас провело ко мне? Пожалуйста, простите меня Но это ваша светлость Вызвали меня на разговор Я? Как жаль Что-то не припоминаю себе У вас какая-то идея? Вы по какому-то делу? К сожалению, нет Но мне очень приятно Видеть вашу светлость И каждый день Можно встретить Великого Королевского Всемогущего Министра полиции Вы меня смущаете Господин Ротшильд Я уже давно хотел оказать свое почтение Человеку, который так многое сделал Для развития французского искусства садоводства Да, это точно Вы француз? Стараюсь им стать Разве это возможно? Я хочу получить гражданство Знаю То есть вы хотите получить французское гражданство Да, это очень хорошо для разведения тюльпанов в стране Ваша светлость Мог бы я нечто прояснить? Я не импортирую луковицы тюльпанов Нет? Вот так разбиваются мечты И что же привело к таким страшным результатам? Деньги, ваша светлость Английские деньги Английские деньги? Это страшно Это для нас невыгодно Это далеко от нас Краф Молли, министр финансов Был бы очень доволен, если бы эти деньги приплыли в страну Тогда, пожалуйста, его не расчаровывайте Министр финансов очень оптимистичный человек Как министр полиции я очень заинтересован в экспорте Особенно меня интересует экспорт внутри Знаете, вы банк Жака Леблана в Бордо? Я переписываюсь с ними А Тейер и компания в Бордо? Нет, я с ними никак не связан Хорошо, что нет Жака Леблана в Бордо Гахин и сыновья Марсель, они соединены с Исхаком Десета В Бордо в Полерно Которого вы также не знаете, правда? И только понаслышке вы знаете, где находится Испания Ваша светлость Но я действительно не знаю, о чем О чем вы говорите Я и сейчас считаю вас хитрым пройдохой Действуете вы очень убедительно Пожалуйста, избавьте меня от необходимости принимать вас за дурака Вы знаете, что это такое? Это приказы в префектуре Блион, Лимаш, Бордо и Марсель Если я вышеду депеши, ваши корреспонденты будут сейчас же арестованы А все ваши бухгалтерские книги будут опечатаны Я очень извиняюсь А можно было ли переговорить с вашей светлостью, чтобы вы не отсылали эти приказы? Это должен быть короткий разговор Сколько мне это будет стоить? Какой процент вы имеете на ваших теневых операциях? Но ваша светлость умоляю Мое время ограничено сколько? 15% Понятно, значит 30% более правдоподобно Но ваша светлость Продолжайте высылать золото в Испанию Мы отыщем его после победы Я не буду слишком обременять свою совесть и ваш счет Если пожелаю себе от всего этого 15% Но это невозможно Вы хотите стать гражданином Франции, правда? Значит, должны завязывать новые знакомства Добывать себе новых друзей Но ваша светлость Я разорен С такими словами, люди вашего типа делали прекрасный бизнес еще тысячу лет тому Если речь идет о 15%, вы должны понимать, что умолчаливое партнерство имеет большую мощь И распространяться на все ваши теневые операции, которые вы делали в Испании аж до сегодняшнего дня Было очень приятно встретиться с вами Россия Начало Испания, теперь Россия В России Наполеону не будет везения Франция далеко А немцы? Немцы Не говори глупостей, Брэнштейн Глупости? В последнее время ты их высказал слишком много А кто же посоветовал мне эту глупость добродетельным опекунством? Что я, что ли? А кто же? А что мы проведать, мисс Тюрнир? Ну ты же хотел переговорить с ней и быть с мной Ты же сказал, что она будет сама И что? Она не была сама С ней была собака Собака? А, ну да, очевидно, собака Я говорил тебе прийти к мисс Тюрнир Я не говорил тебе прийти к собаке Могу ли я тебе приказывать? Абсолютно нет Очевидно, что нет И вообще в тебе больше не нуждаюсь Значит, ты выкидываешь меня? Да, выкидываю Ну хорошо, я пошел Ты что, сдурел? Останься Вот есть идея Я приглашу их Кого? Их Всех Влиятели жителей города Лондонских банкиров Пусть сядут за мой стол Пусть напьются моего вина Не найдется более роскошного банкета, чем у Натаниэла Ротшильда Я дам им возможность поесть и выпить самого лучшего, которое только можно купить за деньги Банкет мистера Ротшильда Банкет мистера Тюрнера Банкет мистера Ротшильда Банкет мистера Тюрнера Банкет, Мистер Рудшин. Банкет, Мистер Тернер. А, лорд фон Тейхет. Это старый приятель нашей семьи. Когда-то так делал хлопком с моим дедушкой. А чем он занимается сейчас? Государственными делами, согласно нашей английской традиции. Традиции? Политика – это признак старости. Тони, думаю, что уже можешь начинать. Дамы и господа, я очень счастлив с вашего сегодняшнего присутствия. Похоже, что английское общество постоянно придерживается своих обязанностей. Мы были приглашены в тот же самый отель, в тот же самый день и в то же самое время двумя разными особами. Но дальше там. Это все можно объяснить одной мыслью. Принять предложение от такого господина было бы уже слишком. Не смейтесь, пожалуйста. Мы все являемся деловыми людьми и привыкли поддерживать контакты. Поддерживать, но не прерывать их. Когда мы получаем приглашение, мы проверяем его. Каждый может работать с нами. Но против нас даже самые лучшие приглашения бессильны. Поехали. 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 nå какие новости Бронштейн. Почему ты к на меня смотришь? Да Да Никто не прошел Когда же Натан Ротшильд в конце концов поймет Что он не может вытереть тот факт, что родился на еврейской аллее во Франкорте Я плачу тебе не за то, чтобы ты был моим раввином Не имеет значения, насколько высоко ты поднимешься И какое важное положение займешь в Англии Для всех ты все равно останешься бедным евреем с еврейской аллеи во Франкорте Глупости, так быть не может Бронштейн Ты постоянно воняешь гетто Они еще не знают, кто такой Натан Ротшильд Смеются постоянно Вот с этим, с этим станешь англичанином Ты посмотри на себя, выглядишь как бедняк Такой помятый и грязный Но твой сын научится умываться А твой внук может даже стать в этой стране лордом Поскольку имеет значение не люди, а вот это Мадам, мистер Крайтон Жорж! Это действительно ты? И в цивильном? Да, война уже закончилась Где Филис? Не желаешь присесть? Нет Я возвращаюсь от господина Баринга, он не хочет со мной видеться Но где же Филис? Ты действительно ничего не знаешь? Чего не знаю? Почему она не проживает с отцом? Лучше бы, чтобы она тебе все объяснила сама Что она мне должна объяснить? Она не вышла ли замуж? Нет, нет Она меня не любит? Нет, конечно же, любит она тебя Просто теперь несколько иначе Что кто-нибудь еще? Да У тебя есть соперник Хочешь посмотреть? Вот это он Ему сейчас три года И его зовут также Джордж И также он по характеру становится таким же великим человеком, как его отец Но это невозможно Но это так Ну, я и дурак Сильвия Но это не моя вина Это не имеет значения Ну где же Филис? Хочу ее убедить и моего парня Спокойно, Джордж Пожалуй, ты же не хочешь испугать бедную Филис Нет, конечно Ну вот и отлично Подожди здесь Они в скором времени должны вернуться Она и моя маленькая модель Господин Барин, собственно, снова фальшивит В очередной раз Что? Это неправда Я знаю хорошо эту песенку Нет Всегда вы поете Вот так это плохо А вот так необходимо Но, Тюрнир Я знаю этот фрагмент слишком хорошо С нашей силой И Божьей помощью Мы построим дом Для наших внуков Я пел это еще ребенком В церковном хоре Что так же громко Или так же фальшиво Это был самый лучший хор в Англии Смотри, теперь он меня знает Теперь оставлюсь с вами навсегда Как это? Война уже закончилась Мы захватили императора Наполеона Что, бросишь армию ради меня? Однако тебе нравилось в армии? Оставлю для тебя Но уже нечего оставлять Уже все спокойно Все перспективы военной карьеры пропали Хочу работать И зарабатывать Понимаешь, правда? Наполеон был разбит в Лейпциге И вынужден был заключить мир союзными силами Но деньги, оставленные им Продолжали борьбу в Лондоне Благодаря войне Ротшильд получил огромную прибыль И занял доминирующее положение В английском мире финансов А так же финансировал Находящегося в изгнании Герцога Орлеанского Будущего Людовика XVII Короля Франции Наполеон сидит на острое Эльба Союзные силы вокруг Парижа Европа отдыхает Даже мы, банкиры Можем вернуться к продуктивной работе Если у нас будет поддержка казначейства Ну а, мистер Тюрнер Поймите меня правильно Эти наши маленькие недоразумения Относительно Ротшильда Тем лучше Это позволяет мне открыто И откровенно поговорить с вами Знаете, так же как и мы Так и французы Желают вернуть своего законного короля И даже правительство Его королевского величества Мы стараемся помочь герцогу Орлеанскому Взойти на трон Но, однако, оказалось, что в настоящее время Король не располагает никакими фондами У него нет никаких средств И поэтому вы пришли Да, подробнее Я сразу же объяснил контактному лицу Что если казначейство Возьмет на себя гарантию Официальную гарантию Но это невозможно Это сухополичное дело А в интересах Англии Зогласен, но прошу хорошенько понять Что правительство И ее величество Ничем не будет обязано Даже в финансовом плане К сожалению, мы находимся В таком положении Что мы не в состоянии Владеть имуществом Германии и Франции Что вы этим хотите сказать? Я хочу сказать, что мы не имеем преимуществ Перед Ротшильдом Действующим против Наполеона В Германии и Англии Но зато на его пользу во Франции И поэтому он будет выигрышей При любом повороте дела В отличие от вас Я не так хорошо знаком С секретами дома Ротшильдов Значит, единственное, на что вы можете рассчитывать Это документальное подтверждение фактами К сожалению, мы не можем предоставить Такое документальное подтверждение Могу ли я на вас рассчитывать Относительно конфиденциальности нашего разговора? Конечно Спасибо Пожалуйста, ведомки мистера Ротшильда Хотел бы с ним встретиться как можно быстрее Побольше уважения было Господин Ротшильд, ваша светлость Ага, значит, просите вы о... Я был приглашен посредством английских властей По делу короля Франции Будущего короля Франции Чтобы обеспечить его фондами Вы имеете в виду, что желаете служить его высочеству В реализации его самых важных планов Для ангелийского правительства Не знаю, кто выражает здесь самый больший интерес Но это дело исключает присутствие свидетелей Не беспокойтесь, этот человек полностью глух Сумма вам хорошо известна Но какие гарантии я могу получить? Князь, пожалуйста, объясните тому, господин Что мое кордевское слово есть самая лучшая гарантия Английское правительство говорит мне так же А вообще я желаю конкретно ценной бумаги Но вам сделаю исключение и предложу кое-что иное Слушаю Дом Ротшильдов открыл свой отдел в Париже Под руководством моего брата Джеймса Ну хорошо, он будет награжден Это не имеет значения, Ваше Величество Но в случае отсутствия безопасности Мой брат Джеймс придет к вам После вашего вступления на трон И получит от вашей высокости назначение Вести финансовые дела Франции А, понимаю, Ротшильд здесь и Ротшильд там Оставь меня в покое, живодер Мистер Ротшильд, человек в моем положении не может быть слишком искушен в финансовых делах Как король Франции, я окажу вашему брату такую честь Приветствую, господа Я только что с почты Что, мы не можем бы распокойно почитать газет сегодня? К черту газеты Тюрнер Наполеон сбежал с Эльбы И прибыл во Францию Врешь, Бронштейн Знаю это наверняка Я уже вошел в дело с этим трусливым королем Снова сбежал Куда идешь? К Харису В чем же вы хотите обвинить меня? Наполеон будет преследовать короля Людовика И в конце концов выгонит его из страны А вы мне посоветовали финансировать его Ну и на чем же вы настаиваете? Я в отчаянном положении Если я не получу разъяснение о будущем Франции Ну так, пожалуйста, поедьте и проверьте сами Ну извините, я не солдат Прошу мне сказать то, что я должен знать Англия будет вмешиваться? Очевидно Как человек большой коалиции Нашей обязанностью является поддержание порядка Я не об этом Победит ли коалиция? Наполеон, он великий полководец Да, как Веллингтон Этого достаточно Я хотел лишь только узнать Будет ли он командовать армией До свидания, господин Харис Это невозможно, поручик Но лорд не может вас принять сейчас Идет приготовление к войне Поэтому, собственно, я пришел с ним переговорить Я был адъютантом Лорд Веллингтон свободен? Не думаю А, капитан Крайтон Ну я, пожалуй, не имел чести с вами Это не имеет значения Ротшильд Натан Ротшильд Знаю ваш банк Хотел увидеть лорда Веллингтона И это важно Пожалуйста, доложите обо мне Почему, собственно, вы с ним хотите встретиться, господин Крайтон? Я думал, вы уже вполне гражданский человек Знаете об этом? Так, случайно Я как раз хотел вернуться в армию Как это патриотично Как бизнес-партнер мистера Баринга Я, собственно, знаком с вашей ситуацией Это личное дело Трудно найти общий язык с такими, как Баринг Почему вы, собственно, интересуетесь всем этим? Скажу вам Я мог бы найти для вас такое положение, которое сделает вас самодостаточным Милорд просит вас Буду скоро А потом прошу меня проведать в моем офисе Через час Но я не бизнесмен А мне не нужен бизнесмен Может быть, мне нужен военный Которому может доверять генерал Значит, увидимся через час Все зависит от вас Чляпу, пожалуйста Могу ли я присесть, милорд? Мистер Ротшильд, неужели это так важно? Да, милорд Ситуация такая, что начинается война Вижу, уже вы все знаете И все Вы ближайшие сегодня? Ну и? Хотите сделать очередную переправу золота? Нет, слишком многие этим пользуются Но вы это знаете лучше меня Кроме всего этого, война открывает гораздо большие интересы Вы говорите о спекуляциях? Ну, это не спекуляция, если вы знаете об этом Мы что, потеряли ум? Милорд Мы оба боремся за Англию Вы солдатами, а я деньгами Пожалуйста, не переводите мое время Пожалуйста, никогда ко мне больше так не обращайтесь Вы думаете, что это такая приятность Быть вашим банкиром и заботиться о ваших облигациях? Хотите моего уважения к вашему положению? Нет, здесь речь идет не о уважении Давайте рассмотрим факты Милорд, я должен знать, что происходит Я должен оперативно получать информацию Правдивую информацию Информация это деньги Я что, должен давать вам информацию? Нет, милорд Есть просто другие возможности Какие же? Другого типа Пожалуйста, слушайте внимательно Мы должны будем скупить все облигации казначейства Которые только можно будет достать Если мы будем делать это незаметно То с Ротшильдом не будет у нас никаких проблем И он охотно избавится от облигаций Которые для него небезопасны И он будет вынужден продать, чтобы получить наличные Как только мы будем иметь государственные облигации Тогда мы сможем вести с ним переговоры Тогда он будет вынужден прийти к нам Это точно Это для меня большая неожиданность Вы предлагаете 5000 фунтов Я даже не знаю, что это за работа Я компенсирую вам все расходы А также вы сможете использовать эти 5000 фунтов Да, но что должен делать? Я являюсь банкиром и финансовым поставщиком Его Величества И мне необходима информация о ходе войны У вас что, нет никого иного? Нет Все мои агенты, они сидят в банках А мне нужен военный агент Да, но я солдат Ну а теперь вы будете, значит, солдатом в штатском Я говорил с лордом Веллингтоном о вас И он согласился Ваши рапорты будут очень секретны И будут идти от меня непосредственно к правительству Вы знаете о моих связях с казначейством? Нет Но тем не менее, они существуют А лорд Веллингтон, он знает Он все знает о вашей миссии Вы получите 5000 фунтов Как только сообщите мне о решении о битве Ну а теперь Вот вам чек на 200 фунтов Пожалуйста, получите в кассе Остальное, когда вы езжаете Когда? Как только вы сможете Значит, сегодня вечером Отлично Да, еще Лорд Веллингтон требует максимальной секретности и осмотрительности Пожалуйста, никому ни слова Никому Пусть господа входят Так, господа Введу вас в курс дела Все должно произойти быстро Ты поедешь в Амстердам Ты останешься в Астенде на корабле А вы собираетесь в Булонь Говорите по-французски? Не сейчас Я умею Хорошо Пусть духовенство едет Какой у вас паспорт? Папский Ну, отлично Ничего с тобой не справится Ваша миссия заключается в отправке отчетов Все важные новости Не все равно, как вы их получаете Я плачу хорошо Там будет битва А победитель в этом бою будет правитель Европы Я должен знать в первую очередь, кто будет победителем Тот, кто принесет мне эти новости Получит 5000 фунтов Ну а теперь идите А теперь ты Бронштейн Я остаюсь Лондон безопасный Это зависит от тебя А ну принеси его Как его зовут? Рубинир Входи, входи У тебя есть голуби? Для передачи информации от места к месту Это очень умные птицы Они всегда возвращаются назад, откуда прибыли Хорошо Будьте наготове Ты поедешь с одним офицером Пит, хорошо Ты ничего мне так и не сказал Я так беспокоюсь Я обещал, любимая Не могу никак тебе объясниться Ну почему ты не в форме? Не спрашивай Если получится Тогда мы ни о чем не будем беспокоиться А что ему сказать, если он будет спрашивать об отце? Скажешь ему, что отец исполняет свой долг как солдат Пожалуйста, не делай это расставание таким тяжелым Война Тиранов в Лионе Узурпатор приближается к Парижу Его высочество Наполеон Фонтан Лионе Все для денег В то время как народы стран кровоточат на полях сражений Подготавливаются огромные спекуляции на лондонской бирже Наполеон был признан союзниками Но это также не приносит мне деньги Вы должны в этом видеть большой политический контекст, друг мой Нет сомнений, что французы хотели бы заключить мир Блюхер уже перешел Рейн А мы скупаем здесь государственные облигации Даже любого к отечеству не может быть вечной Спекулятор пытается вести переговоры с Веной Говори дальше Хочет дать народу либеральную конституцию Либеральная конституция Это его конец Я получу свои деньги назад Что происходит с господин Тюрне? Что-нибудь новое? Непосредственно встреча с Веллингтоном на юге от Брюсселя И что, мы должны и дальше покупать? Очевидно, до последней бумаги Даже если Ротшильд воздерживается Это блеф Это только блеф Откуда он может что-либо знать? Новости от Крайтона Новости от Крайтона Наша армия под предводительством Веллингтона и Блюхера Выступает против французов Но Наполеон, кажется, будет поддерживать переговоры Хорошо Неожиданно Наполеон нападает на Брюсселя Давай, голубя Господин Ротшильд Вот только что получили Давай мне это Атакует? Атакует Атакует Давай, 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 ну что ждешь? Через два часа не должно быть кусочка бумаги в моем доме Брюссель 1815 В Брюсселе мы вообразили себя англичанами Что есть совсем не так Разве я расчаровал вас, дамы? Насколько же велика ваша армия, милорд? 70 тысяч мужчин, мой маленький шпион 70 тысяч англичан? Не совсем, но много Мы разделяем нашу храбрость союзниками В чем же я могу помочь? Забери меня к Веллингтону Это важно Пожалуйста Курьер от Лорда Блюхера Да? Да? Мы рассчитывали на обещанную английскую помощь И прусская армия начала бой против главных сил Наполеона Но мы были вынуждены отступить, поскольку англичаны не прибыли Наполеон обратился против Шарли Руа А генерал Гнезинау марширует на север, чтобы обвинуться с английской армией Генерал очень просит ваше превосходительство не избегать битвы Спасибо, капитан Передайте мое почтение После этого я не заставлю на себя долго ждать Как дела? Блестяще Ротшильд продает все, что у него есть Иначе люди заняты покупкой всего этого Если вам будут нужны деньги, пожалуйста, доверяйте Вы можете обратиться ко мне, мистер Варинг Мобилизуйся до последней копейки Сделаю это я Я думаю Ротшильд все продает Да, отлично Палатки все еще стоят Там вижу клубы дыма Наполеон атакует кавалерии Не хочет ослать сообщение Потери должны быть ужасные Что это было? Граната Похоже за домом О боже Забери меня отсюда Здесь так страшно Пожалуйста, забери меня отсюда Попросту смени штаны Тебе полегчает Черт, они оттесняют их А я не могу им помочь Что ты хочешь делать? Им необходим каждый человек Что, я агент финансовой биржи? Какой биржи? А как ты думаешь, для чего ты здесь? Исключительно в интересах финансовой биржи Что ты говоришь? Ну как что? Для интересов господина Ротшильда Это не правда, свинья Пожалуйста, отпусти меня Не отпущу, пока не расскажешь всего Ротшильд так сказал Кто первый получает информацию Тот получает деньги Деньги? Если он узнает, кто победил Прежде чем в этом узнают все остальные Он к этому сможет приспособить свой бизнес Куча дерьма Крейден, сволочь Этот никодей предал меня Но может быть он убит, господин Ротшиль Все шесть голубей пришли без сообщений Да, это плохой знак Мои деньги Мои деньги Это ли редакция газеты? Ну так здесь так и написано Просто попробуй постучать Не открывают Но так еще не время Через час можешь купить газету у меня Черт побери Через полчаса я уже должен быть на своем корабле в Лондон А почему же тебе не уехать позже? Я должен отсылать определенные важные сообщения Через каждые полчаса Ты знаешь, что это такое? Банкнот на одну купюру Можешь ее себе сохранить, если сможешь принести свежую газету прямо сейчас Смогу, смогу, смогу Вот газета Неожиданная победа над Наполеоном под Ватерлоу Какие новости, что слышно? Кажется, Наполеон имеет преимущество А что там происходит сейчас? Не знаю, будем ждать Что еще? Всегда-всегда мы только ждем Ну так это стоит многих денег Да, это наши деньги Все государственные облигации упали намного ниже о иночной стоимости Но я уже потерял 12 тысяч фунтов А ты думаешь, я не потерял? Тюрнер втравил нас в это бесполезное дело Тишина, господа Мы еще не получили никакой надежной информации Но как вы можете так говорить, мистер Тюрнер? Если наш план потерпеть неудачу, я разорен Не только вы, все разорены Даже Ротшильд все продает Вот именно, мы все должны быть последовательны Придержаться своей линии, выдержать и увидеть это Мистер Ротшильд на месте Он не желает ни с кем встречаться Но со мной он встретится Я капитан Руссвордс У тебя есть паспорт? Не знаешь меня? Он меня не знает Знаешь, капитана? Нет, никогда его не видел до этого На Спасибо, этого достаточно Эй, вы потеряли газету Спасибо Это последнее, что мне нужно Господин Ротшильд Господин Ротшильд Большая победа над Наполеоном Он разбитый, неизвержен Это ли правда? Ошибался ли Самойль Бронштейн когда-нибудь? Откуда эта информация? Клянусь Бронштейн Пришли ко мне всех брокеров Требуется брокер? Господин Ротшильд Идите, идите Давайте, проходите, проходите Все быстрее Иди И позови каждого агента Пусть каждый брокер Пусть они начнут кричать и стонать Пусть посеют панику В Лондон нужно верить, что все потеряно Мне нужно много паники И когда придет время Когда все они потеряют голову И когда рыночная стоимость снизится В это же самое время Мы будем скупать Тихо, тайно, небольшими партиями Этот день принадлежит нам Мы все знающие как Бог И вы не идете на фондовую биржу, господин Ротшильд? Нет Нет, распространяешь слухи, что я заболел в горе А вы все боитесь, чтобы я не совершил самоубийство Чем больше людей поверят в это Тем больше они будут продавать акции Ну быстрее, быстрее Идите уже У меня важное сообщение для господина Ротшильда Доложи обо мне Господин Русвас А, Русвас Я уже знаю все, что мне необходимо А через пару дней поговорим о твоем вознаграждении Все Натан Ротшильд Будете ли вы так добры, господин, выписать чек для меня? Пять тысяч фунтов для Самуэла Бронштейна Лондон Красивая подпись Некрасивая, но снова хорошая Что это они разнарядили тебя, как цирковую лошадь? Что? Оскорбляешь меня? Ну, для охраняющего кучу дерьма Это еще не оскорбление Я зарабатываю деньги Деньги Несколько шиллингов Я был голоден в течение многих лет Голодал, а теперь я доволен Это потому, что ты не думаешь Ты знаешь, что Наполеона разбили? Нет, это правда В таком случае мы победили Мы Они Ну, может быть, буду получать теперь наш линг больше Ты не получишь ничего На Глотни Знаешь, никогда не получишь больше Я только подумал, что победили Да Как тебя зовут? Эдвард Андерграсс А я рус-вось Я думал, что могу достать пять тысяч фунтов А ты, Андерграсс Надеюсь, что будешь получать наш линг больше в неделю Весь английский народ чувствует себя как Андерграсс и рус-вольтс Понимаешь? Нет Я так же всего не понимаю Но так происходит всегда Я надеялся получить больше Но никто из нас не получил ничего Хорошо, я подумаю об этом Может, надо было дать ему разок в морду? Кому? Ну, Ротшильду Хорошо, вот тогда бы точно мне подняли жалование Правда, тогда я бы должен тебя выкинуть И было бы хорошо, чтобы потом бы выкинули Ротшильда И все бы пошло насчет Ротшильда О, да Что-то не так? Нет Это правда Что Наполеон выиграл А Берингтон пал Нет, только попал в плен Наполеон диктует миру свои слова Это конец Тогда я разорен Черт, Тюрнель Неужели он скрывал все это? Ротшильда больше нет Говорят, он покончил здесь самоубийством В самом деле Все, что мы можем сделать Это последовать его примеру Да, ты прав Это безумство поддерживаться этого плана Наполеон уже в Торксе, в Брюссель Хочу все безжалостно продать Даже против нашего соглашения Продаю по 54 Подожди минутку Наполеон уже марширует в Брюсселе Откуда ты знаешь? Об этом уже говорят и так на каждом углу Французы уже празднуют Вот, видишь это? 53 Продаю за 40 Продать можешь только в зале обмена И что? А что здесь я могу продать по 40? Здесь это запрещено Паника в Лондоне Высокие еврейские финансисты зарабатывают А люди платят и проигруют Патчбастер, вы будете отвечать Когда отъезжает последняя карета? Я заплачу больше Я плачу самую большую цену 50 фунтов за экипаж Не очень жаль, у нас нет свободных лошадей Невозможно, но у вас обязанность Вы будете отвечать Вот эта лошадь Надо прожить почтовой станцией в Эльфорд Прошу ее почистить и отослать При ближайшей возможности Бедное животное загоняли совсем Хочу бы вы приготовили экспресс Между Лондоном и Астендом Вы пробыли с контентом Да Какие новости? Что происходит? А наше поражение это очень страшно Какое поражение? Беллингтон разбитый Все покидают Лондон Ну почему же? Наши головы идут блестяще Беллингтон выиграл? Ну, Беллингтон это громко сказано Просаки выиграли Какой стык Просаки, да Дайте мне спокойствие Ты обманщик Наполеон Его разбили Закончено Проиграл А ты даже не знаешь, что это значит Потому что ты не в состоянии думать А, животное Стой, куда идешь? К Ротшильду Как это не деда, свинья Свинья, говоришь? Он болен Врешь? Да Он на бирже Возможно Сами видите Это не предположение Видите? Это был Баринг Полностью в ней по уши Кто там в ней по уши? А что вы не знаете? Крах на фондовой бирже Ну почему крах? Английская армия разбита Но это неправда Приветствую, господин Тюрни Господин Тюрни, пожалуйста Послушайте меня Продает все сегодня Да, он теряет деньги Какая правда? Наполеон разбит А не мы Выиграли? Да, просаки выиграли Что там о просаках? Однако он же говорил Не верь ему Просаки выиграли под Ватерлоу Прошу не сопротивляться Вы нарушаете общественный порядок Любовь к правительству Его Королевского Высочества Приносит нам всем Большой доход Это снимает с нас Ответственность Беспокойства о деньгах Поскольку их нет Зато есть голод Но мы должны об этом беспокоиться Приходит сама 90, 80 Забудь Государственные акции За 40 За 38 За 37 За сколько? За 37 Не продавай ниже 25 Пиши 24 24 Подожди Не дешевле, чем 22 Ты что, с ума сошел? Иди к черту Саботируешь наш договор Ах, акции дешево Все так делают Даже баринг Это неправда Продаю акции за 35 Баринг Ты так же здесь продаешь? Оставь меня отюгни И так все утрачено уже Пиши далее Продаем Господин баринг Умоляю вас Продаю все за бесценок Что происходит? Быстрее Пригласите доктора Нет времени Значит вы утверждаете Что являетесь офицером Королевской армии Но почему же вы тогда Не в рядах? Я оттуда прибыл В поле Великой Битвы Я был там как гражданское лицо Да? Значит вы принимали участие В бою в качестве цивильного И кто же в это поверит? Я не стараюсь вас переубедить Вы были готовы Со мной поговорить Почему я здесь? Потому что вы нарушили Закон и порядок Что говорить? Правда это нарушение Закона и порядка в стране Люди приняли вас За провокатора Провокатора должны были поискать Несколько в другом месте Вы ведете себя неуважительно Возможно Я вернулся прямо с Бельгии И знаю больше чем вы Достаточно Как уже вы считаете Кто выиграл? Мы или Наполеон? Прысаки А потом мы Нет Не Прысаки Я не понимаю Великой Бернтин уже начал проигрывать И вдруг прибыли Прысаки И моментально смели Наполеону Это возмутительно Как вы можете так говорить? Это правда Правда Вы не глупые Преступники Пожалуйста Прошу отпустить меня домой Вы бы могли и дальше Рассказывать такое И поэтому мы вас задерживаем Но тогда хотя бы пошлите За моей женой Я ранен Нет никакой надежды А что с ним? Сердечный приступ Где же господин Варинг? Где он есть? Продаю акции по 23 Тихо Он умер 21 Я также уже разорен Пиши Задаю акции по 20 Положил глаз на Рус-Ворса Без обид Но он комплектно пьяный Хорошо Ну что, закончил эти подсчеты? Да Я считал 10 миллионов фунтов 10 миллионов фунтов Этого достаточно Чтобы купить Англию Ты ранен? Это мелочь Как там мальчик? В порядке Возьмем его с собой На празднование победы Как потом оказалось Капитан Ваши заявления оказались правдой Я слушаю Извиняюсь перед вами Но ваше заявление Это все равно пустой звук Можем мы уже идти? Конечно Пожалуйста, несколько задержитесь, капитан Хочу бы только дать вам Один хороший совет Мы выиграли А не прусаки Но я был там прусаки Да, я знаю, что вы там были Я знаю о успехе прусаков Но зачем присваивать им победу? Но это правда Правда не всегда есть уместна Это все, что хотел вам сказать Биржа теперь должна будет закрыта И что? Готово И что там? В ближайшие дни будет объявлено о многих банкротствах Баринг мертв А Тюрнер? Он разорен И сколько у нас сейчас? 11 миллионов чистыми Моё Ватерлоу Как долго Тюрнер сидит в тюрьме для должников? Уже целую неделю Кредиторы охотятся за ним Сильвия Пилис, мальчик и я Мы хотим выехать Мы покидаем эту страну Ты еще так молода Поехали с нами Должно еще быть место, где можно вздохнуть спокойно Здесь все имеет свою цену Твоя честь Твое счастье Даже смерть В стране свободы Свободы Даже Бог не может чувствовать себя свободным в этой стране Он всего лишь партнер для бизнеса, а не более Пожалуйста, поехали с нами Но Филис Я не могу его сейчас оставить Но ты продала уже все Все Я была вынуждена это сделать Это невозможно Мы должны знать, что происходит Это наши деньги У меня также нет денег Но я вложила 136 шиллингов А у меня взрослая дочь и дети Нельзя, нельзя Запрещено, мне нельзя Но я вложила все свои сбережения И что я теперь получу сейчас? Думаю, что получу здесь хотя бы копейку Меня попросили о встрече, о чем речь? Я являюсь агентом банка Баринга И у меня для вас сообщение Вы муж дочери Баринга, правда? Пожалуйста, передайте господину Барингу, что меня не интересуют никакие сообщения Господин Баринг мертв Он не пережил утраты своего состояния Его состояние Люди, которые на земле, говорят, что это их деньги Они должны жить дальше Господин Баринг поручил мне передать это письмо его дочери Или вам в случае его смерти Банк Баринга утратил протежеспособность? Да, полное банкротство Прошу добавить это письмо в документы по банкротству И, пожалуйста, напишите в документах, что моя жена отказывается от наследства Мне очень жаль Вам должно быть жаль всех этих бедных людей, которые всегда были обмануты И увольте меня от чести быть наследником господина Баринга Мой корабль отплывает завтра Почему вы не пропускаете всех этих людей? Я получил приказ избегать беспорядков Но люди должны знать правду Слушайте Баринг объявил банкротство Банкротство? Все выплаты прекращены Злодейство? Открывай ворота Не делай глупостей Дай мне ключ Если уж мне нечего терять, то люди должны услышать правду Согласен Это, пожалуй, богатый наследник Баринга Вы сейчас богатые наследники Да Бедные люди Никогда мы не были так богатые, как сейчас, когда у нас нет ничего Ты говоришь, продала свой дом Я верю, что это был наш дом А сейчас ты свободен от долгов Да, не имею в виду Не понимаю, что же планировал этот Ротшильд? Я заслуживаю на это Ты говоришь Ротшильд, а я говорю Англия Это одно и то же Я завидую Филис Джорджу Они покидают эту страну А я не могу убежать от своих ошибок Господин Антони Тюрнер Да Госпожа Тюрнер, вот квитанция 80 тысяч фунтов была сегодня заплачена Вы свободны А у вас не осталось ничего, чего вы могли бы мне оставить? Ничего даже чистой совести Это было желание моего покойного отца вернуть эти документы для вас Как только вы, ваше высочество, этого потребуете Как раз вовремя Сколько? 600 тысяч фунтов номинальных Дальше, дальше, пересчитай их 10, 20, 30, 40, 50, 60 А что с интересом? 5% как было договорено Это очень мало Я бы хотел узнать, сколько вы заработали на этих деньгах Строгие правила и честь Могу ли я просить ваше высочество написать квитанцию? Да Да Но сначала повтори мне эти слова Как там? Строгость и честь Строгость и честь Были всегда самыми высочайшими принципами нашего дома Позволю себе заметить, что с вашей точки зрения мир действительно цельный Да Необходимо только ясно видеть Вот смотрите, кое-что вам покажу Вот вы, например, в Лондоне Вы также Мы оба в Лондоне Мой брат Соломон будет в Вене Соломон Ротшильд Правильно А вот здесь в Неаполе Мы высшим его у брата Карла Карла Ротшильд Конечно А вот теперь также вам кое-что покажу Лондон Вена Неаполь И наш материнский дом во Франкфурте Англия находится в Гибралтале И что это? Иерусалим Вы что, хотите там открыть филиал? Нет, совсем наоборот, дорогой Харрис Мы являемся филиалами Иерусалима После завершения работы над этим фильмом Последние из потомков рода Ротшильдов Оставили Европу в качестве беженцев Борьба же против их пособников в Англии Британской плутократии продолжается и далее Звуковой перевод фильма сделан Садкур Харьков год 2013 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова